В общем, чтобы закрыть полностью вопрос, да, я тут подготовил убийцу утверждение Сергея о том, что силиконовые масла входят в состав антидождя и прочего, да. Итак, вот эта вчерашняя салфетка, да, вот здесь вот два пятна, это то, что я вчера помазал, вот это вот силиконовое масло, да, именно масло, да. Вот они как раз растеклись, а вот здесь было налито тартовакс, да, он высох и все, и как бы ну просто сухая поверхность, да, осталась, вот. А вот, собственно говоря, сам убийца, аргентум силиконовая смазка, не масло, а именно смазка, да, вот в ее составе как раз 5% силиконового масла, вот. Ну а остальное это спирты, там пропилент, вот, ну то, что вот дает расширять. Так вот, это именно силиконовая смазка, и вот если ее набрызгать, да, все, вот это пятно, да, вот сейчас спирт отсюда, он прям, он прям ядовитый такой запах, да, он очень быстро выветривается, она холодная, вообще ужас. То есть она, очень холодная, кстати, она очень быстро испаряется, так. То есть вот после того, как она, ну я потрогал, все, пальцы жирные сразу же. Вот, то есть после, она не высохнет. Вот это масло, оно так и останется. То есть спирт и пропилент испарятся, а масло останется, так. Вот, потому что это именно смазка, и в нем масло. В Тартоваксе масла нету, то есть оно испаряется, и поверхность остается сухой. Вот точно такой же сухой она остается после пропиток, антидождя, который для одежды, для обуви. Там тоже масла нету, то есть вот я там куртку, там я часто там обрызгиваю осенью, вот, чтобы она не промокала обувь, да, и там нету масла. То есть там как раз, там тоже силиконы есть, но масел там нету. И вот в этом все отличия. Вот на это масло, да, пыль попадет, и она прилипнет. А на Тартовакс, да, на сухой, пыль, ну, просто сдуется. Ну, она не будет прилипать. Вот в этом различия. Субтитры создавал DimaTorzok